Приятно. Ну а сейчас о других недугах, которые могут возникнуть из-за неправильного дресс-кода в жаркую летнюю погоду. Многие носят обувь на босу нога. В основном это шлёпки, вьетнамки и сланцы. Но, как выяснилось, это очень опасно для здоровья. Они очень удобные, чтобы не жарко было. Можно купаться, если потерять, не жалко. Можно зайти в сланцах в воду и безболезненно и безбоязненно пройти по камням. Это в Сочи, но в такой обуви теперь ходят и по каменным джунглям. Названий столько же, сколько и легенд о её происхождении. По одной это обувь воинов, чтобы не отступали назад. По другой наложниц, в шлёпках без задника из гарема не убежишь. У нас же они появились в конце 60-х и всё перевернули с ног на голову. В истории моды вьетнамки известны не как обувь для повседневной носки, а больше как обувь для носки неспешной. Как она прижилась в городской суете, историкам моды ещё предстоит понять. Сомнительно только, чтобы тысячи горожан носили шлёпки, чтобы представить себя где-то на пляжах Коста-Рики. Скорее другое. Реальной альтернативы в жару просто нет. Татьяна обошла несколько магазинов. Выбор огромен, но везде одно и то же. Я как-то купила, наверное, лет пять назад. Мне понравилось, ну, как бы по виду. Но потом носить просто не смогла. Это реально неудобно. Ощущение лёгкости и свободы – один из мифов. Во-первых, при ходьбе постоянно приходится прижимать шлёпки пальцами, чтобы не слетели. Во-вторых, мешает перемычка посередине. Но самая ужасная – плоская подошва. Она уродует анатомию стопы. Стройная женская ножка со временем может стать вот такой. Ударная волна не гасится сводами стоп, которые в данном случае нарушаются. И чудовищные силы сминают мениски коленных суставов, разрушают тазобедренные суставы и межпозвонковые диски. Этот колоссальный сил и удар достигает головного мозга. Отсюда нарушение кровообращения, рассеянность и головные боли. Раньше, кстати, это все понимали и носили в жару босоножки, сандалии, а вовсе не сланцы. Но есть ещё один миф. Многие помнят, что в советские времена надпись «Сланцы» была выдавлена на подошве. Абсолютно все были уверены, что это и есть название обуви. На самом деле, сланцы – город в Ленинградской области, где резиновые шлёпки и выпускали. Завод, кстати, работает и сейчас. На зло изменчивой моде ассортимент почти тот же, что и 40 лет назад. По старинке вручную делают этакий хендмейд. Правда, оценивают его более чем скромно, твёрдо веря в то, что у сланцев единственное предназначение. Имеются три точки крепления к подошве ремешок. Но это удобно. В принципе, вообще эта обувь была предназначена для носки в бассейнах. Вот оно, оказывается, что. Но мода диктует своё, и понятно, что её голос громче, а модели ярче и краше. В итоге у магазинов, а значит и у покупателей, почти нет выбора. Мы, конечно же, следуем всем тенденциям, именно поэтому в большинстве, большая часть закупок составляет именно вот такая обувь. Ориентированная на молодёжь, для которой фраза «красота» требует жертв, пока ещё пустой звук. Ведь только с годами начинаешь понимать, что ради красоты приходилось жертвовать своим здоровьем.